следующий рецепт которым хочу с вами поделиться это торт муравейник и по этому рецепту я готовлю этот торт уже очень-очень много лет со своего детства я уверена что все помнят этот любимейший всеми десерт еще со времен ссср и у меня вот как раз сохранился в моей записной книжке еще старый рецепт поэтому спешу с вами поделиться список продуктов я оставлю в описании под видео но сейчас поделюсь с вами видео рецептом самого процесса приготовления высыпаю в миску для смешивания сахар я отмеряю пшеничную муку и просеивая ее я сделала сейчас все одновременно всю муку засыпала но я бы рекомендовала вам засыпать где-то без половинки стакана половинку стакана оставить на потом и досыпать уже по мере приготовления я просто знаю эту муку поэтому я сыпала все сразу досыпаю щепотку соли и смешивая все сухие ингредиенты затем отмеряю соду гашу ее лимонным соком и добавляю к смеси дальше добавляем ванилин но я буду в этот раз использовать ароматизатор со вкусом сливок затем отправляем в миску размягченное сливочное масло достаньте его заблаговременно для того чтобы она достигла комнатной температуры и начиная рубить его ножом для того чтобы в дальнейшем было проще смешать затем отправляю сюда куриное яйцо 4 столовые ложки молока и начинаю замешивать тесто собираю тесто в комок затем делю его на две части кладу в пакеты и буду отправлять в морозилку для остывания приблизительно минут на 20-30 если вы будете тесто делать заранее то тогда лучше отправляйте в холодильник там она может полежать и несколько часов для того чтобы тесто равномерно охлаждалась я делаю его таким плоским пластом и удобнее это делать когда она уже лежит в пакете просто его распределяю делаю такие как бы прямоугольники и за счет того что она равномерно остынет то потом и натирать его будет удобнее для того чтобы ускорить процесс и в то же время тесто равномерно запекалась я его буду натирать сразу на два противня и натираю тесто на самой крупной терке затем распределяю его по противню таким образом чтобы образовался тонкий слой если будет слой неравномерный то и пропечется неравномерно пока выпекается тесто займусь приготовлением крема для этого мне понадобится 1 пачка размягченного сливочного масла и 1 банка вареные сгущенки сначала взбиваю сливочное масло отдельно затем начиная постепенно добавлять туда сгущенку маленькими порциями и все вместе взбивать в итоге у нас получается очень пышный и очень вкусный крем ну а тесто тем временем уже готовой и я начинаю его измельчать прямо пока она еще горячие руками когда остынет сделать это будет сложнее поэтому рекомендую делать вам пока тесто еще не остыло теперь добавляю в миску весь крем и тщательно перемешиваю до однородной консистенции теперь можно поступить двумя путями либо же собрать один большой торт либо же сделать порционные пирожные выбирайте что ближе вам ну я решила сделать один большой торт для этого беру плоскую тарелку буду выкладывать его такой как бы горочкой и для того чтобы он получился более плотным сразу все тесто выкладывать не буду буду делать это частями и для того чтобы удобнее было формировать сам торт я бы рекомендовала вам смочить руки холодной водой и делать уже смоченными руками так тесто не будет прилипать теперь только осталось заселить муравьев для этого посыпая верх торта маком и вот такой вкуснейший торт из моего детства готов кто такой готовил делитесь в комментариях любите не любите мои же дети его просто обожают и частенько просят приготовить надеюсь вам рецепт понравится кто знал может быть вспомнит приготовит поэтому пишите в комментариях буду ждать от вас обратной связи